МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Анатолий Головко, а вы смотрите время спорта на телеканале Самара ГИС. Лето – традиционное время года для активных занятий на свежем воздухе. Но как быть тем, кто решил связать свою жизнь с зимними спортивными дисциплинами? Ответ на этот вопрос очень простой. Сегодня мы познакомим вас с людьми, которые выбрали для себя достаточно экзотический вид спорта. Речь пойдет о керлинге. Наш первый герой – президент Федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов. Мы находимся в центре города на Молдогвардейской, 222. Ранее здесь находился старый дворец спорта, который был реконструирован. Благодаря личному контролю губернатора Дмитрия Игоревича Азарова объект дворец спорта был сдан досрочно и введен в эксплуатацию в конце 2021 года. Данный дворец спорта вмещает три ледовые арены. Одна большая хоккейная арена на 5000 зрителей, тренировочная хоккейно-фигурная арена, ну и, конечно, изюминка не только Самарской области, но и всего Привозского федерального округа, потому что такой объект является единственным. Это керлинговая площадка на четыре профессиональных дорожки, которые подготовлены и имеют все основные функции соответствующим мировым стандартам. Не так давно, 2 июня, здесь прошли баталии чемпионата России по керлингу на колясках. Опять же, было 13 команд из 11 регионов. Тренерами, специалистами, которые присутствовали на данных соревнованиях, наш дворец и керлинговая площадка была оценена высоким баллом. История керлинга имеет богатые многовековые традиции. Этот спорт зародился на берегах Туманного Альбиона в Шотландии в 1511 году. Исторический факт имеет неоспоримое подтверждение, ведь на дне шотландского пруда в Донблейне нашли спортивный снаряд для керлинга, на котором была выгравирована дата изготовления камня. Мы находимся сейчас внутри дворца спорта и как раз направляемся по холлу в керлинговой площадке, где на постерах рассказана история зарождения керлинга вообще в мире. Как раз на постерах вы можете видеть, что люди играют в керлинг на замерзших озерах, то есть семьями выходили и играли, так сказать, в керлинг. Естественно, керлинг перерождался, инвентарь менялся. Сейчас мы пройдем на площадку, вы увидите уже новые профессиональные шотландские камни, новый профессиональный утвержденный инвентарь. Сами можете попробовать, что это такое. Окунетесь в жизнь, так сказать, в семью керлинга. Недавно в Самаре прошел спортивный турнир по керлингу для корпоративных команд. Президент Федерации познакомил нашу съемочную группу с его участниками. Наконец-то мы пришли в саму керлинговую площадку, которая подразумевает под собой четыре профессиональные дорожки, которые соответствуют всем мировым стандартам. Вот. Одновременно соревнования могут проводиться среди восьми команд. То есть на одной дорожке две команды, в одной четыре человека и в другой четыре. Ну, а один спортсмен, пятый, может быть запасной, находиться на тренерской трибуне. Вот. И тренер по мере необходимости может произвести замену. Сергей Николаевич, приветствую вас. Как настрой боевой? Сергей Николаевич является скипом команды, то есть это капитан команды Фрейман Глаз. Сегодня у нас финал турнира любительских команд среди ассоциаций архитекторов и дизайнеров города Самары. В предпоследних соревнованиях команда Сергея Николаевича заняла первое место. Сегодня как раз они и будут биться, будут горячие баталии. И как раз те две команды, которые сегодня станут победителями, это женская и мужская команда, завоюют путевку на соревнования регионального уровня. И, конечно, Сергей Николаевич, я желаю вам и вашей команде добиться этой путевки и достойно выступить на уже региональных соревнованиях. В октябре прошлого года увидел публикацию об открытии керлинг-центра. И мы с партнерами, некоммерческая организация, общее дело, решили организовать для архитекторов и дизайнеров, с которыми мы плотно сотрудничаем по работе, данный турнир. И весь этот год посвятить керлингу. И в январе мы с партнерами сами попробовали, получили массу удовольствия незабываемого. И вот уже на протяжении нескольких месяцев мы постепенно вводим из дизайнеров, архитекторов, делаем спортсменов. И уже с августа у нас начинается турнир, который пройдет до декабря, где будет разыгрываться приз среди лучшей команды. И все настрои у игроков очень серьезные и боевые. Всем нравится спорт. В моей команде 6 человек – это архитекторы и дизайнеры, то есть члены архитектурно-дизайнерского сообщества города Самары. Первое – это открыли новый ледовый дворец, и появилась именно та площадка, которая позволяет нам заниматься этим экзотическим видом спорта. Второе – мы люди достаточно творческие, креативно-мыслящие, и, наверное, именно поэтому керлинг. И самое главное, что мы достаточно неленивы. И с года в год мы проводим различные проекты, поддерживаем различные проекты – социальные, спортивные, образовательные, благотворительные. И вот данный конкретный год мы выделили под занятия спортом, да, и организовали турнир среди архитектурно-дизайнерского сообщества именно по керлингу. Чтобы обладать основами игры в керлинг, нужно приложить немало усилий, ведь этот, на первый взгляд, легкий вид спорта требует от человека серьезной физической подготовки. Капитан команды Frame&Glass показал нашей съемочной группе базовые элементы. В керлинге есть основные принципы игры. Есть 8 камней одной команды, 8 камней другой команды. Броски совершаются по 2 броска каждым игроком, чередуется каждый игрок. Для свиппинга, натирания льда перед камнем используется щетка. Вот, игрок слушается команды скипа капитана. Вот, и его задача – выехать со щеткой в направлении, какое укажет капитан. И скипп указывает направление, мы его выкатываемся в этом направлении, и скипп также задает вращение нужное. Наша задача – привести камень в дом, это центр, белый круг. Вот, при этом максимально выбив камни соперника. Соревнования по керлингу среди любительских команд завершились на прошлой неделе. Первое место досталось Дриаде, серебро – Frame&Glass, третье и четвертое места завоевали коллективы Rich и Quattro. Золотые и серебряные призеры получили путевку на региональный турнир по керлингу. Керлинг – это спорт, который не имеет границ. Им могут заниматься все, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Это подтверждают наши земляки, которые демонстрируют серьезные успехи на ледовой арене. Спорт я пришел больше трех лет назад. Были на сборах в Тольятти и с кем мы отыграем, Василий. Ну, как-то сказал, что есть такой вид спорта новый, открылся в Самаре. То есть на базе, ну, площадка была, мы раньше не здесь были, то есть у нас не было своей арены. Мы, как бы, ездили на ипподром арена у нас, то есть там была площадочка. Ну, как-то приехал, было, в принципе, лето, не знаю, интересно, лед. Как бы на улице жарко, на льду прохладненько. Ну, как-то зацепило, ну, это как шахматы, то есть, в принципе, цепляет, то есть такая игра интересная, если разобраться в ней. Ну, и все, и как-то пошло-поехало. У нас, вот, поставленный бросок, у нас никакого свипа никто, ничто не делает. То есть у нас именно надо играть, то есть скип выставляет определенное задание, и именно надо попасть вот на щетку, это и в идеале. И тогда, в принципе, то есть все получится. Определенный вес, ну, как говорят, у нас как бы сложнее. То есть свипера нету, они могут там дотереть, допустим, то есть если у них и не хватает веса, а у нас как бы такое не прокатывает. То есть нам нужно именно свой поставленный вес, линия, и тогда все будет хорошо. Ну, сила броска – это, да, привычка, опять же, насколько вот по времени. По идее, как говорится, чем больше, тем лучше тренировок. То есть дело даже не, наверное, не в количестве, там, сколько там, два года, три года. Именно в тренировках, то есть постоянно. То есть сейчас вот на новом дворце у нас как бы сейчас три тренировки, там, двухчасовые даже, чуть побольше бывает. Сейчас полегче, то есть профессиональный лед – хорошо. Тогда все вот, то есть уже намного больше. Мы надеемся, что лучше будут успехи, то есть чем мы. В принципе, посещаем чемпионаты, каждый год ездим на чемпионат России. Там в Москву ездим, то есть посещаем так. Ну, надеемся на лучшее. Ну, керунг на колясках вид спорта достаточно молодой относительно керунга классического. Если керунг классический играет уже более 500 лет, то керунг на колясках в прошлом году отличался 30-летие в мире и 30-летие в России. Вот, керунг на колясках, ну, в общем-то, три главных отличия от керунга классического. Это первое в том, что состоит в том, что спортсмены в керунг на колясках выполняют бросок с третичного положения, то есть с места. То есть в отличие от игрока в классический керунг, где игрок может катиться вместе с камнем порядка 3,5 секунд, здесь у нас игроки выполняют бросок с места, не имеют возможности с камнем вместе двигаться. Это, естественно, сложнее, потому что приходится рассчитать всю силу и линию выполнения броска вот за те доли секунды, пока они выполняют этот мах рукой. Также нету в керунг на керунге свиппинга, то есть никто ничего не трет, никто не может никак помочь уже движущимися камнями. Вот, и третье главное отличие в том, что у нас в керунг на колясках команды смешанные, то есть обязательно должны в площадке находиться как и мужчины, так и женщины в одной команде. Вот, это как бы главные три отличия. В остальном смысл, правило, все остальное с этим связано полностью идентично к керунгу классическому. Керунг на колясках не требует каких-то специфических физических кондиций, да, то есть может принимать участие у нас игроки, которые находятся в коляске, да, то есть главное требование, чтобы человек пользовался повседневной жизнью инвалидными колясками. Других особенностей нет. То есть могут и спортсмены с ампутацией, и с ДЦП, и с травмой спины, с травмой, ну, с каким-то заболеванием, с нарушением опорного аппарата. Вот, так как это командный вид спорта, ну, командный и индивидуальный вид спорта, естественно, разные, то есть разные подходы, то есть индивидуальный вид спорта все зависит конкретно от тебя, то есть здесь команда, здесь общение, которого так часто не хватает людям с инвалидностью, которые находятся дома и вообще ни с кем не общаются. Плюс здесь у нас большая тусовка, как минимум команда своя, плюс когда они приезжают на соревнования, пересекаются друг с другом, общаются, это, конечно, большой толчок не только в развитии именно спортивных, их качеств, но и в социализации. Таким получился сегодняшний выпуск. А что происходило с летними видами спорта, расскажем в нашем традиционном дайджесте. В летние месяцы спортсмены уходят в отпуск, но работа селекционных отделов не останавливается ни на минуту. Самарские крылья Советов расстались со своими лидерами. Антон Зиньковский, который стал лучшим ассистентом в РПЛ, в прошлом сезоне сменил прописку на московскую. Теперь полузащитник будет выступать за «Спартак». Владиславу Сорвеле в новом сезоне предстоит защищать клубные цвета серебряного призера чемпионата России в Сочи. Баскетбольный клуб «Самара», получивший повышение в классе, пригласил Сергея Базаревича на пост главного тренера. Игорь Грачев, подглавлявший клуб последние несколько лет, будет руководить женским коллективом. И напоследок до конца августа в «Самаре» будет проходить спортивный турнир «Лето с футбольным мячом». В масштабных соревнованиях примут участие 200 команд в двух возрастных категориях – от 9 до 11 и от 12 до 14 лет. А вот наша программа уходит в отпуск до начала сентября, но мы обязательно вернемся и будем рассказывать вам новые истории. Знакомить вас с самыми интересными и титулованными спортсменами Самарской области. Будьте здоровы и болейте только за любимые команды.